Ну что ж, дорогие друзья, мы вновь говорим вам с добрым утром и продолжаем наш сегодняшний эфир. Мы это Марина Гест, Типана Орехов и программа «Наше утро» на телеканале ОТВ. Да, ты абсолютно верна. Все сказала, тема нашего сегодняшнего эфира звучит так «День детского творчества». И вот в Челябинске есть центр, где ваши дети могут найти себе любое творческое занятие по душе. И речь, конечно же, идет о Дворце пионеров и школьников имени Крупской. В детских коллективах и творческих объединениях Дворца занимаются около 12 тысяч детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет. И более подробно мы поговорим сегодня с нашим гостем на студии Юлия Смирнова, директор ДПШ имени Крупской. Доброе утро, Юлия Викторовна. Доброе утро. Всегда рада видеть вас на студии. Вот вопрос сразу, который мне кажется, хотят задать все наши зрители. Как вы справляетесь с 12 тысячами детьми? Замечательно. Когда уже, наверное, после 5 тысяч, то уже без разницы. 7, 10, 12. То есть, я думаю, нормально. 5 зданий, около 400 сотрудников, 12 тысяч детей. Хороший день. Это как в многодетных семьях, после 3-х неважно уже. Да, да, да. Где-то так, где-то так. А вот сколько кружков вообще действует во Дворце? Ну, где-то на сегодняшний день больше 380. То есть, как мы сейчас называем по своему терминологии, это творческие объединения, в которых есть еще группы, то есть групп более тысячи во Дворце. То есть, ну, в общем, мы развиваемся. А вот, Юлья Викторовна, скажите, пожалуйста, записаться в кружок, в студию, можно вот только в начале учебного года или это можно делать круглогодично, если вдруг ребенок решил поменять? Конечно, целенаправленно. То есть, мы это делали через электронную запись в этом году, то есть, в начале учебного года. Но по мере наличия свободных мест, то есть, вот, допустим, на сегодняшний день мы в основное здание Дворца можем предложить, что мы можем принять в такие объединения, как картинг, картинговая трасса, которую мы усовершенствовали. Скольки лет? В этом году там, где-то, ну, после десяти, потому что все-таки безопасность, то есть, наверное, прежде всего, в объединении радиоэлектроники, которая на сегодняшний день очень хорошо сотрудничает с компанией Интерсвязь и выходит на соревнования Junior Skills и занимает места достаточно такие высокие. И хотелось бы обратить внимание, что сегодня мы еще можем, как в начало второго полугодия, принять на такой интересный вид спорта, как пожарно-прикладной. А, он развивается сейчас. То есть, развивается тоже сейчас, как новое такое направление. Баскетбол, школа баскетбола, которая у нас есть, предпрофессиональные программы и просто оздоровительные программы. И, наверное, хотелось бы еще сделать акцент на такие направления, редкие достаточно, геологии, археологии, где есть исследовательский компонент, участия в таких, знаете, солидных конференциях. Ну, а летом это походы, экспедиции, достаточно интересно. Ну и, наверное, то есть, хотел бы еще пригласить очень большое объединение. АПЕК с большими традициями, это астрономия, которая сегодня нужна. То есть, там у нас от 3 до 18, как вы сказали, есть программы на разных. Юлия Викторовна, скажите, вот вы сказали в главном здании. То есть, мы знаем, что есть филиалы. Сколько их, где они находятся? Филиал у нас основной, то есть, находится по адресу проспект Германии. Героя России Евгения Родионова, 13. Это новый район Ньютона, который застраивается фирмой «Легион». 2500 квадратов в этом нашем филиале. Там сейчас где-то 3000 детей. То есть, он уже набирает обороты. Это не предел. То есть, мы планируем 4000, когда сдадутся напротив, у нас строится очень много домов. Жилой комплекс. Поэтому, на сегодняшний день, то есть, запись была также в начале учебного года. Но хочу обратить внимание, что сейчас во все учреждения доп. образования, то есть, запись будет уже на следующий год через навигатор. То есть, сегодня работает контролируемый федеральным и муниципальным оператором. То есть, там выложены аннотации всех программ, которые есть в учреждениях. И через навигатор запись все идет. То есть, как бы электронно можно не выходя из дома. Ну и приблизительное количество детей, сколько в каждый прыжок может пройти. Да, сколько может пройти. И затем дается родителю отказ. То есть, также по навигатору. Либо там нет причины отсутствия свободных мест. Либо да, пожалуйста. То есть, и прием документов идет. А вот этот новый филиал, который в Ютоне появился. Может быть, в следующем году какие-то там новые планируют раскрывать? Какие-то направления? Мы на сегодняшний день, то есть, как бы хотелось бы обратить внимание, что в этом филиале у нас сразу же был открыт малый технопарк в Челябинске. То есть, это и, как вы понимаете, робототехника, и программирование, и 3D-моделирование. Ну, такие современные. Современные направления, которые пользуются спросом. Наряду с этим и современный тренажерный зал стоит, современный зал смешанных единоборств, вокал, и за студия, там, танцы всех направлений. В частности, и бальный, и брейкданс. То есть, это у нас там все есть. Хотелось бы, что в этом году, в октябре месяце, мы при поддержке, конечно, и, наверное, с идеей комитета по делам образования города Челябинска открыли аэролабораторию. Как раз вчера был репортаж. У нас были съемочная группа и вашего канала, и 31 канала. То есть, показывали, как наши беспилотники уже взлетают, как они собираются. Настоящее авиамоделирование. Да, настоящее авиамоделирование. То есть, как бы, педагог, который горит этим. То есть, на сегодняшний день мы уже взлетаем. Так что, здесь все хорошо. Полета вам, да? Да, полета, все хорошо. Хорошо. С 1 сентября еще хотелось бы пригласить к нам в, естественно, научную лабораторию любителей будущих медиков, наверное, там, биологов и так далее. Еще одно такое редкое направление, если шахматы знают все, и на шахматы идут достаточно много. У нас открыто в филиале направление ГО, как интеллектуальные игры ведет заслуженный тренер Российской Федерации. Я думаю, это колоссальное интеллектуальное развитие. И, наверное, чтобы закончить по филиалу, вот сказать, в филиале мы постарались, то есть у нас на следующий год 80 лет нашему дворцу пионеров. И как дань традиции мы попытались открыть кружок «Алые паруса», который когда-то вообще имел большую историю. На сегодняшний день нашелся член Союза писателей и так далее, который может работать с детьми. И мы приглашаем в этот кружок всех любителей литературы, будущих поэтов, писателей и так далее. Юликс, мы понимаем, что вы можете бесконечно рассказывать о всех 380 направлениях Дворца пионеров и школьников имени Крупска и филиалов. Большое вам спасибо. Спасибо, поздравляю вас с наступающим юбилеем и желаем, чтобы взлеты, о которых вы говорили, у вас никогда не прекращались. Спасибо большое. Будем стремиться. Большое вам спасибо за детское творчество. Ну, а я напомню, что в гостях была у нас Юлия Смирнова, директор ДПШ имени Крупска.